Библейский портал экзегет.ру представляет 26 глава книги Иисуса Сына Сирахова Синодальный перевод читают для библейского портала экзегет 25 была такая не очень рекомендуемая феминисткам потому что там о женщине говорится ужасно плохо и сказано, что они должны подчиняться мужчинам время было такое, все что я могу сказать надо ли это сегодня повторять, продолжать, не ко мне вопрос но в 26 наконец появляется тема хорошей жены потому что в 25 ну так прямо зло, остро, жестко обличал дурную жену наш автор что хочется подумать, что вообще наверное женщин у него хороших в жизни не было он только вот таких видел вокруг себя нет, наверное бывают и другие, говорит он счастлив муж доброй жены и число дней его сугубо то есть его жизнь продлится, да, больше у него дней будет жена добродетельная, радует своего мужа и лето его исполнит миром важно же не просто долго жить, но жить хорошо, мирно жить добрая жена счастливая доля она дается в удел боящимся Господа с ней у богатого и бедного сердце довольное и лицо во всякое время веселое гораздо лучше богатства, согласен трех страшится сердце мое, при четвертом я молюсь ну и хватит о хорошей жене, да? городского злословия, возмущение черни и оболгание насмерть все это ужасно понятно, когда о тебе плохо говорят причем вот народ когда возмущение черни, мятежи, восстания оболгание насмерть, ложный приговор, да? который тебе выносят болезнь, сердце и печаль жена ревнивая к другой жене и бич языка ее ко всем пророжающейся жена ревнивая к другой жене вообще-то было многоженство я не уверен, что во дне Иисуса, сына Сирахова оно уже не исчезло из практики в Новом Завете мы не видим многоженство оно разрешено Моисеевым Законом, казалось бы не запрещено, скажем так отдельно не оговариваются но как-то оно постепенно вышло из практики жизни израильтян да, у патриархов там бывало поэтому весьма вероятно эта ревность женщины к другой женщине может быть безосновательной бич языка ее ну то есть язык ее прямо вот все бичует эх недолго он говорил о хорошей жене движущаяся туда и сюда воловья ермо ну то есть волы пашу да, они ходят по полю туда-сюда злая жена берущая ее тоже, что хватающая скорпиона опять про злую жену что ж ты будешь делать значит, языком она туда-сюда и как скорпион жалит большая досада жена преданная пьянству и она не скроет своего срама наклонность женщины к блуду узнается по поднятию глаз и век ее какая физиогномика, да поднятие глаз и век что это? а это какие-то вот прищуренные взгляды такие, знаете, да, когда глазками знаки подает общество-то очень еще консервативное, да и там, знаете, мини-юбок не носили как может женщина соблазнить? а вот глазами может над бесстыдную дочерью поставь крепкую стражу чтобы она, улучив послабление не злоупотребила с собою ну, гулять не пошла в смысле не на улицу, а по рукам берегись бесстыдного глаза и не удивляйся, если он согрешит против тебя как томимый жажду и путник открывает уста и пьет всякую близкую воду так она сядет напротив всякого шатра и предстрелой откроет колчан предстрелой откроет колчан это такой метафорический образ описать то, что с ней произойдет когда она пойдет по рукам и прямо вот и про дочерей даже вот, мне кажется, у него были трудные отношения с женщинами Иисуса сына Сирахова но все-таки немножко позитива надо любезность жены усладит ее мужа и благоразумие ее уточнит кости его то есть он будет здоровым уточнит кости не в смысле живот огромный вырастет а именно внутренняя такая сила и сушеные кости или кости полные тука вот такие здоровые кроткая жена, дар Господа и нет цены благовоспитанной души благодать на благодать жена стыдливая и нет достойной меры для воздержанной души вот это все дары это все награды что солнце, восходящее на высотах Господних то и красота доброй жены в убранстве дома ее что светильник, сияющий на святом свечнике в скинии то красота лица ее в зрелом возрасте обращают внимание в зрелом возрасте то есть женщина может быть красивой и не молодой что золотые столбы на серебряном основании то прекрасные ноги ее на твердых пятах ну вот похвалила красоту ног женских да, как Пушкин но дальше не пошел от двух скорбело сердце мое а при третьем возбуждалось во мне негодование вот видите, что тут все дойти три, четыре, два, три я напомню, что это библейский способ называть вещи причем называть именно в книгах премудрости и почему так? потому что список открыт да, есть два, но есть и третье значит четвертое, пятое тоже в принципе могут быть итак, от двух скорбело сердце мое а при третьем возбуждалось во мне негодование если воин терпит от бедности и разумные мужи бывают в пренебрежении если кто обращается от праведности ко греху Господь уготовит того на меч воин терпит от бедности ну потому что он на службе и должен получать достойную оплату этой службы а если он этого не получает то понятно, что он очень легко может прибегать к насилию для того, чтобы добыть себе пропитание разумные мужи пребывают в пренебрежении а то же самое, разумный он на службе у премудрости и если его не ценят то это то же самое, как воинам не платить и они пойдут грабить население а если кто обращается от праведности ко греху а это такая вот ситуация, которая вытекает из первых двух да, и Господь уготовит того на меч то есть, хотя может быть они скажут что нас вынудили, нам пришлось но все равно лично отвечают за свой выбор купец едва может избежать погрешности а корчевник не спасется от греха то есть, купец неизбежно где-то ошибется в подсчетах а корчевник, то есть тот, кто держит постоялый двор конечно, там и пьют, и гуляют, и все что угодно и он в это так или иначе будет вовлечен то есть, вот, даже он не осуждает ну такая профессия то есть, есть профессии, которые духовно опасны, да которые человека толкают на соучастие в грехе лучше этих профессий избежать не всегда, наверное, получается третья в тюрьме Продолжение следует...